Первый звонок и сразу вопрос про свидания. На эту тему поступило больше всего обращений. Уже больше года пандемия не даёт увидеться родственникам с заключёнными. Поэтому в Федеральной службе исполнения наказаний пришлось искать альтернативу и предоставить свидания в онлайн-формате. В этом помогает сервис Зона Телеком. Когда возобновят очные свидания, пока ещё неизвестно. Это зависит от целого складывающейся тематической обстановки в городе и в области и целом стране. Соответственно, как только геологическая ситуация нормализуется, так мы примем меры для отмены наших действующих ограничений и начнём предоставлять какосрочные длительные свидания. Ну и также это зависит от вакцинации на сегодняшний день осуждённых личного состава. Как 100% все будут привиты у нас, так как мы этим вопросом сразу займёмся. Не прошли стороной вопросы о трудоустройстве и адаптации осуждённых. Сейчас в исправительном центре адаптации при исправительной колонии номер 9 лимит на 82 рабочих места. А к концу года планируют увеличить число мест до 125. Из них 25 предоставят женщинам-заключённым. Также планируется трудоустроить 2500 заключённых. На сегодняшний день мы смогли ответить на все заданные нам вопросы по тем, которым необходимо предоставить какой-то дополнительный письменный ответ. Мы также готовы будем это сделать, получив обращение в наш адрес. Ну и гражданам уже непосредственно разъяснить ту или иную ситуацию, которая их волнует. Поэтому, на мой взгляд, эта прямая линия на сегодняшний день очень актуальна для любого гражданина и руководителя нашей области. Много жалоб поступает на содержание и питание. Но Сергей Николаевич уверяет, сам лично следит за уборками и пробует еду в столовой. Также УФСИН стараются максимально перевести рабочие процессы в онлайн, где свидания, консультации и даже обучение сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний проходят дистанционно.